Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомимся с их автобиографией. Эдме Бушардон, скульптор, рисовальщик французского стилера Коко и раннего неоклассицизма, сын скульптора Жана Батиста Бушардона и старший брат скульптора Жака Филиппа Бушардона. Придворный кульптор Людовика XV. Я беру данные из Википедии. Эдме Бушардон родился в Верхнее Марно Шамон Ант-Пасинь. 29 мая 1698 года в семье художников. Его отец Жан Батист и старший брат Жак Филипп были скульпторами. Эдме Бушардон стал учеником выдающегося скульптора французского барокко Диома Кусту. В 1722 году получил римскую премию и в следующем году уехал в Вечный Город, чтобы совершенствоваться по французской академии в Риме, где оставался в течение 9 лет. Находился в папском городе одновременно со скульптором Адамом и представил свой вариант проекта Фонтана Треви, но проект не был осуществлен. В Риме Бушардон выплыл в бюст папы Бенедикта XIII. Он также воспользовался своим пребыванием, чтобы в 1726 сделать мураворную копию знаменитого Фавна Барберини. Когда копия прибыла во Францию в 1732 году, она вызвала всеобщее восхищение и способствовала переходу французской скульптуры к неоклассицизму. В 1775 году Герцог Шарцкий купил это произведение для своего сада в парке Мансо, ныне скульптура хранится в музее Глубра. Бушардон приобрел такую известность, что герцог Деантен вызвал его из-за имя в Париж. По возвращении в 1732 году он сразу же получил редкое явление, конечно, квартиру и мастерскую во дворце Лувра. Был назначен скульптором короля Людовика XV. В 1733 году Бушардон получил одобрение Академии, а в 1745 году был пригнут в члены Королевской Академии живописи и скульптуры за мраморную статую, изображающую Христа, несущего крест. Ныне она находится в Луврском музее. В 1745 году он получил звание профессора скульптуры. Всего известно около 50 работ Бушардона. Среди его главных достижений, в частности, фонтан времен года на улице Грендель, созданные по заказу муниципалитета города Париж. Произведения Бушардона вызывали всеобщее восхищение. Бушардон начал работать над конной статойю Людовика XV для площади Согласия. В то время она называлась Королевская площадь Парижа, завершена Жаном Батистом Пегалем. В 1737 году Бушардон выставил свое произведение в Салоне, в Королевской академии живописи и скульптуры, бюсты, скульптурные группы, на мифологические сюжеты и барелье. Для Версальского сада он выполнил скульптуру Амур, делающую себе лук, лезь, палец и геркулес. Эта скульптура создала Бушардону репутацию, удающуюся мастера, а также состояние. Ему заплатили 21 тысячу ливер, приличная сумма для того времени. Среди его последующих произведений выделялся мавзолей кардинала Леури и статуи Христа Девы Марии и восьми апостолов, украшающие хор церкви Сент-Тюльпис. В минуты досуга Бушардон оставлял в стороне строгую античность, развлекался изображением реальной современной его жизни. Он создал две серии рисунков, демонстрирующих обычную жизнь на улицах Парижа. Они хранятся в Лувре, представляя собой чрезвычайно яркое изображение жизни Парижской улицы в XVIII столетии. Рисунки, выполненные сангиной или красноватым мелом, первоначально использовались для создания серии небольших керамических скульптур парижских персонажей, таких как уличные торговцы. Позднее они были превращены в серию афортов ученым и гравером графом Деклюз под названием «Этюды низшего класса» или «Крики Парир». Среди учеников Бушардона был французский и шведский скульптор Пер Юбер Аршеве. Творчество Бушардона в Риме оказывало значительное влияние на обучавшихся там русских художников. По моделям Бушардона изготовили фигурки из фарфора для знаменитой северской фарфоровой мануфактуры, что в значительной мере обусловило переход к неоклассицизму в искусстве мелкой фарфоровой пластик. Умер Бушардон 27 июля 1762 года в Париже. Вот так вкратце о скульпторе и рисовальщике французского стиля Рококо и раннего неоклассицизма Эдме Бушардона. Данные из Википедии. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.